Есть такое понятие, как импульсные последовательности. И от количества этих импульсных последовательностей мы четко определяем, есть это онкология стопроцентная или это предонкология. Основаясь на этих данных, мы могли проводить наблюдение за течением процесса. И мы, когда занимались третьей-четвертой стадии, мы контролировали ход лечения и увидели, что можно видеть динамику и улучшение клиническое само собой и подтвержденное нашими исследованиями. У нас есть несколько больных, с которыми мы работали, и действительно мы перевели из острого состояния в хроническое и добились результата. И умерла одна женщина от сердечно-сосудистой системы, заболевание имеется в виду, и она прожила после того, как все внешние признаки онкологии ушли. Четвертая стадия была, да, все ушло. И она умерла через три с половиной года в возрасте 84 лет. А мы ее наблюдали 15 лет. Другая женщина у нас 18 лет наблюдалась. То же самое, итог тот же. Умерла от другого заболевания. И мы сделали для себя выводы, что можно перевести из острого состояния в хроническое и бороться с этим заболеванием. И можно всю жизнь сопровождать человека с этим диагнозом. И тогда можно быть уверенным, что можно избежать тех крайностей, которые мы видим, если лечат по старинке этих больных. Технологии меняются, понимание протекания этого процесса также меняется. И это надо принимать на вооружение, и работать, и получать результаты. Редактор субтитров А.Семкин Этот метод используется для лечения, прежде всего, опорно-двигательного аппарата. Я хочу отметить то, что этот метод в сочетании с информационно-волновой терапией дает возможность лечить не только приобретенные заболевания, но и врожденную патологию. Такие, как подвывих тазобедренных суставов или дисплазия тазобедренных суставов. Это при незаращении баталов протока у нас был случай. Вот недавно Чан Цукерберг, жена Марка Цукерберг, которая имеет благотворительный фонд около 2 миллиардов долларов, этот фонд занимался тем, что они помогали в лечении больных онкологией. Теперь она отказалась от того, чтобы помогать больным, потому что это ненадолго и почти безвыходно. Она стратегически заявила, что она будет способствовать тому, чтобы находить технологии, которые предваряли бы появление, и не только появление, а распознавание, раннее распознавание онкологии. Этим занимается мой собеседник. Только это гораздо дешевле, чем те приспособления, которые сейчас применяются в медицине. Я прав или нет? Да, это действительно так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!